Очень ярко В памяти осталось величие храма Христа Спасителя, что стояло по дороге в этот лесной институт. Его величие не может не поразить каждого. Мне кажется, у каждого, кто видел в детстве его, так и останется. Это величие где-то связано с величием самой Москвы. По крайней мере, в моей памяти осталось так. Там я нашла лесной институт. Институт, куда бы я могла поступить, учиться после школы, после единой трудовой школы, которую я закончила в Варшанске. Меня заинтересовала дендрология как наука. Меня трогало строение дерева. И большое впечатление осталось от деревьев, которые мы, как студенты, ездили на практику и валили деревья. Тогда не было машины. Валили их, рубили, подпиливали. Падение дерева — это жалость к тому, что что-то уходит. Что-то стройного, красивого, зеленого, большого уходит куда-то. К сожалению, лесной институт мне не пришлось закончить. Так распределилась судьба, дав мне место корректора в первой образцовой типографии, я сейчас очень довольна. Я многого научилась. Я прошла большую школу полиграфии. Я начала думать о чем-то более серьезном. Меня привлек дальше институт антропологии при биологическом отделении физико-математического факультета первой МГУ, куда я вскоре держала экзамен. Это институт, который дал мне очень много знаний. Очень многое дали экспедиции. Мы изучали в экспедициях по этнографии Поволжья. Знания быта, маринцев, мордвы. Я только жалела, что мне не пришлось быть среди чувашей. Очень жалею, потому что вот сейчас, работая над многими проблемами киргизской жизни, я невольно возвращаюсь к чувашам и нахожу очень много параллелей. После окончания университета я была включена в работу по изданию книги о веровании и религии народов. Так я работала в Москве и жила в Москве. Обрела свою семью. Что-то ставило большую радость жизни. Мой друг, с которым я связала свою жизнь, работал в типографии. У нас появился сын. Помню, как трудно было его воспитывать. Но это ничего не мешало нашей общей жизни, нашему желанию жить и быть полезным. В 1937 году муж был редактором газеты, студенческой печатной газеты Большой. И его арестовали. А меня послали во Фрунзе. С ребенком я приехала сюда, и здесь началась совершенно новая жизнь. Совершенно новая жизнь, которой трудно все рассказать. В Киргизию приехал в экспедицию по изучению индунган крупный ученый Николай Николаевич Боксаров. Мой коллега по университету. Он был удивлен, что я работаю не по своей специальности. Сделал все, что меня перевели в Академию наук. И вот в 50-х годах это была моя первая экспедиция в Киргизии. Экспедиция на Иссык-Куль. Мы должны были написать книгу о селениях Чичкан и Дархан. Материальная культура киргизского народа. Я нашла новое призвание. Вернее, то, к чему я стремилась, когда училась в университете. Мне казалось, что наконец-то я вхожу в науку. Наконец-то мне дана возможность. Несмотря на все трудности, которые мне пришлось пережить, я стою на правильном пути. Я в науке. Я пишу небольшую, правда, работу. Очень небольшой раздел мой в этой книге, которая вышла. Но я в науке. И это дает очень многое. Если говорить о человеческих отношениях, мне, может быть, даже стало легче. Может быть, стало легче не обращать внимания на некоторые взгляды на меня, которые мучили до последнего времени. Неправильные взгляды. Мысли, связанные с переездом, с моим переездом во Фрузе, стали как-то растекаться. Они меня не мучили, наоборот. У меня было такое ощущение, что я нашла какой-то свой новый дом. Свой новый дом, свое новое место в этой жизни. Впереди моя шел музей. Музей молодой. Надо внести свои туда силы. Никогда я его не бросал, этот музей. И по-настоящему времени не бросаю. Потому что исторический музей нуждается в большой помощи, поддержке большого коллектива. У меня никак не могла пройти мимо той красоты, которую я встретила не только в природе, но и в народе. В народе ее очень много. И это выражается красоты убранства жилища. Убранства заботы о жилище. Заботы о коне. Это бросалось в глаза в 50-е годы. Там, хотя уже и не было юрт, юрт было очень мало, но в новых домах, которые построены в юго-западной части Киргизии, я невольно обратила внимание на то искусство, которое мы сейчас называем прикладным искусством, которое порождено самим народом. Изучение искусства меня твердо привело к мысли о том, что искусство не раздельно с самой материальной культурой. Искусство не раздельно совершенно от самой вещи и не раздельно от той функции, которая несет эта вещь. Если делают вещь, мастер вкладывает в нее свою душу. Мастер делает ее таким образом, что она становится интересна. Отсюда вся прелесть и народного искусства. Я считаю, что именно киргизская женщина создатель орнамента, этого сложного изобразительного средства и основного изобразительного средства во всем киргизском народном искусстве. Весь смысл моей жизни сейчас заключается в том, чтобы как можно больше сделать для своей этнографической науки. И жизнь меня убедила, что нужна сейчас большая литература, большие сведения о народах, жизни, бытии киргизского народа, о этнических процессах, которые происходят сейчас, в данный момент. У меня накопилось очень много мыслей, очень много записей, много интересных. Безумно хочется все свое время, все остатки дней своих посвятить этой работе, выпустить хорошие, интересные книги и по народным искусствам. Обобщенный материал сейчас историко-этнографического характера крайне необходим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok